Соглашусь с тобой полностью. Так. Поточек пошел. Должен был пойти. Все, я инсту закрываю, а то опять фотки залипну. Так. Я сам только что отлипну, только не от инсты, а от этого. А, ты в Харс оф Айрон играешь? Не, в Хае я 20 минут назад закончил, если бы я сейчас пытался в последнюю минуту еще что-то закончить. А ты за кого играешь? За Англию. А, фашист ты у него сделал, да? Не, почему? Наоборот, знаешь. Демократом? По чесноку, как только судеты потребовали эти немцы, я такой, да идите нахер. Я войну им объявил. Стой, ты играешь за союзников, демократами? Ты еще понимаешь, что это самая язычная катка? Ну, я раньше в Хае вообще не играл за ВБ, никогда. Потому что я флота побаивался там немного и решил наверстать упущенное. Нет, флот там говно. Ну, в смысле, он простой во с войне. Я вообще считаю, что в парадоксных играх флот не нужен. Я вообще считаю, что в парадоксовых играх не нужен флот, потому что он не работает как надо. То есть, например, в той же Европе флот это бесполезный просто, не знаю, как это правильно называется? Ненужный отросток тела, который остался современным, ну, эволюционным путем. Так, 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 как же это называется-то? Ну, вот ты понял, о чем я говорю. Я понял, но сейчас нам назовут в комментариях спасут нас от неминуемого Дубая. Тем не менее, ребята, здравствуйте, с вами StopGaming.ru. Евгений Баранов сегодня с новостями Двар Фортресс. А я, Михаил Нарец, у него на комментариях. Женя, у меня не было два стрима. Я атовизм, точно, спасибо, короче. Ох, хана. Я наблюдал за вами, но так как я был немного подвыпитый, я не все помню. Сейчас бы было бы уместно, если бы я сказал, да я тоже ничего не помню, я еще пьянее был, но нет, я так не надираюсь на стримах. Так, ну, у нас что произошло? Дай-ка сам вспомню. А, мы откопали эту штуку, чтобы деревья грибные выращивать. Ага. Потом у нас еще какой-то бедолага тонул. А завал разобрал? В канале. Кого? Завал, помнится, у тебя был там, где несколько дворов под ним оказались. А, так оделись легким переломом таза. Ну, короче, нормально все, они в строю. Живы, здоровы, работают на благо нашего города. Алкоголизм Михаила спонсор провала в памяти. Да. Самое главное, это, конечно, магматическое озеро, посреди которого жила Адамантина. Слушай, нас же предупреждали, точнее, вас же предупреждали, это я запомнил, потому что если ты откупуришь эту пробку, там демоны полезут всей толпой, не? Сейчас скажу, как там. Там жила, она до какой-то степени идет, ну, именно металл. Но где-то на какой-то глубине появляется, ну, открывается дыра. И оттуда ползут демоны. Да, поэтому я заказал, так, я чуть горячий клавиш не забыл из-за хаи уже. Перестроил себе мозги на другую. О, я тоже, знаешь, это играю такой в RimWorld, и по привычке переключаю это режимы карты, как в Харсов, ой, господи, не в Харсов Айроне, а господи, в Европе там на Кверте, да? И что-то пытаюсь это показать карту дипломатическую. Ну, то есть, чтобы это, было видно границы государства, вспоминая, что в RimWorld их как бы и нет. Бывает. Ну да, у меня тоже сейчас мысль какая-то была, посмотреть на карту снабжения. Блять, какая нахуй карта снабжения в этой игре? Да, да, ребят, я хочу напомнить, чтобы вы отправляли нам свои бороды, с маленькой буквы, это важно. И приняли участие в раздаче имен. В крепость, в крепость, у нас накопилось довольно-таки много гостей, которые осели. И? И? И мы принимаем любые суммы донатиков. Да, какие угодно. Там отсоточки, высшие подписочки, всё что угодно, вы обязательно попадаете в крепость, вот. А, нет, всё правильно, я подумал, что я неправильно окна расставил в этом, в АБСе. Всем привет, внесите, пожалуйста, ясность, у всех чёрный экран или у меня накрыта волной говна, ты накрыт Роскомнадзором, братан. Как и те, у кого чёрный экран, да. Это немыслимо, конечно, что они сплэш-дэмэджем и твич немножко прихерачили, но так оно получилось, вот. Да? Вчера было много... Ну, кстати, у меня всё работает. У меня тоже, я вот, как видишь, и трансляцию веду, и ты тоже вчера нормально сигнал передавал. Да. Повезло, в общем. Наверняка. Могло быть по-другому. Так, а я жду, когда у меня доделаются головки от болтов для баллисты. Ну, не болтов, как... Блин. Ну, эти брёвна-то, короче, чтобы метать их в демонов. Болты, да, это болт называется, арбалетный. В арбалете, а в баллисте? В баллисте, по-моему, тоже болт. Только больше. Ну, короче, давай проще. Снаряд. Снаряд, да. В общем... Потому что баллисты, металли и камни. Пять выковано. Да, самые такие баллисты, они маленькими круглыми шариками. Ещё во времена античности, по-моему. Да, римляне ещё их делал. Я однажды даже модельку такой баллисты из говно и палок лепил. Неплохо. Ну, из спичных коробок. Ну, да, я понимаю. Моя шутка в церкви про тиранию Нариц потерпела поражение, признаю свою капитуляцию. В смысле? Ну, две недели-то продержались, и всё, я вернулся. Ну, кстати, две с половиной недели. Нормально, я забухал, я считаю. Так, а у нас кончились животные, которых можно доить. Увы, эти свиньи дают не так уж много молока. Третий день прямой трансляции не лебет. Да там 18 миллионов этих айпишников заблокировано уже, я офигеваю. Да, ковровая блокировка. Михаил, рад вас слышать, как новый микрофон. Ну, вообще, звук устраивает. Но он большой. Я считаю, что компания Blue, которая его производила, неправильно использовала рабочее пространство, потому что, ну, он размером с мой кулак. А мой кулак далеко не маленький. Поэтому, ну, как сказать. Я считаю, его можно было сделать тоньше. Как, например, Самсон Метеор какой-нибудь или что-то около того, но Самсончик я брать не стал. Прошу прощения, что-то разбирать меня на сяру начало. Закапайся, кстати, отлично. Я же сегодня гулять еду. Ух, хорошо. Да, это не мыслимо, но уже второй день подряд это длится, и Роскомнадзоры даже не рыпаются, чтобы как-то это исправить. Срать им просто, да? Да, им просто насрать. А можно вкратце? Странно, когда нету камеры, когда стример без камеры, вот эти все звуки. А, хорошо. Как Раиду! Да, как Раиду! Изначально лысах такие, это, белые разводики. Ой, не, разводы от другого. Так, а можно вкратце, пожалуйста, суть всех предыдущих стримов под Варфортос? Мы отстроили крепость, и на нас еще никто не напал, что удивительно. Так мелкие невряйца случаются, в том числе сумасшедшие и так далее. Да, довольно-таки безопасное место, спокойное. Ну, бывали тантрумы из-за того, что кто-то не мог что-то сделать. Приходили воришки-кобальды. Ну, они не опасны. И вот теперь нам предстоит настоящая опасность, я надеюсь. Да, видела фото в инсте, даже не сразу провела ассоциацию с микрофоном. А с чем? А-а-а, неважно. Кто же там кашляет-то, а? Не знаю. В SoundSense. Ага. Зато такой микрофон в рот не засунешься, зачем? Я и старый не ссовывал. Тиватар начал что-то мастерить загадочное. Это сопровождается так-так-таким, такой-такой музыкой, когда он начал это делать. Ну, в SoundSense это... Как будто он это... Двери восприятия какие-то открывает там у себя в мастерской. Что такое ксилами фазолин? Я даже не знаю. А-а-а, лекарственное средство альфа-андростимулятор по строению близок... А-а-а, на фазолину, понял. Ты чем закапываешься? Ну, это я лазалваном пшику, что он быстро отпускает. Понял. Ну, часто им нельзя привыкаешь и перестает работать. Ну, да-да-да, как нафтезина. Там это... Ой, Жень-то такой громкий. Ой, прошу прощения, не удержался. Какая-то рыбина застряла в этом... В канале водоотводном. Там замерзло же на входе и на выходе. А посередине вода осталась жидкой, и там плавает эта несчастная рыба. Это был покебол, а не микрофон, а мячик, ассоциация. Ну, конечно, так я вам сразу и поверил. Так, ух, как много заданий-то я нам выдавал. Четтише тебя просят сделать эти странные звуки. Можно. Кто там легкий пытается выхаркать? Я когда курил, собственно, вполне себе от этого страдал. Так что не рекомендую курить, ребят, в жизни вообще. Не забывайте отправлять борды, с радостью их принимаем. Да, пишите. С возвращением в ряды дворфов, да? Через какое-то время можно будет пораздавать имена. Что-то побаиваются шахтермы раскапывать эти места. Так, здесь тоже теплый камень, да? Женя, куда пропал гитарный перебор? Почему теперь сплошные кашля и хрипы? Саундсенс поставили. Да, так просили, я решил поставить. Ну, я не знаю. В крепости довольно-таки мало что происходит. Нет, войнушки нету, поэтому звучит все не так эпично, как нужно было быть. Там еще музыка есть. Так. Товарищ, сейчас скажу, Дед Мороз, стримя Зет. Обновите, пожалуйста, страницу стрима, потому что у вас там, видимо, до сих пор прописано God of War. И он спрашивает, какая-то странная какая-то часть. Ага. Подожди, дай-ка я проверю, может... Не-не-не, не-не-не, я все правильно сделал. Черт, сын, по бороде, по бороде. Хочу своего Дворфа с бородой. Все хотят от Купи Слана. Ребята, играли в Аддом оригинальный, как вам? Я, по-моему, играл в Аддом оригинальный немного, а вот во второй залипал где-то, ну, не знаю, 50 часов. Ну, это давно было. Ты в Аддом играл? Эээ, нет. Роуглайк такая, РПГшка совершенно рандомная. Да, нас слышен. Ох, как долго бежать-то до этой бездны. Да, раскопал камушек и убежал бухать. Молодец. Настоящий Дворф. Я горжусь, что с нами живут такие ребята. Так, скоро надо будет ногти стричь, я уже в клавиши проваливаюсь. Так. А, так это все звуки из Саундсендуса. Господи, какие они неприятные. Ну, окей. Вообще, я почему-то не слышу музыки. Я попытался в другой крепости поиграть для пробы. И там была музыка. Теперь я... Не настраивал VPN ради музыки Дворфов, а не хрипов, убирающих тюлени. Хе-хе-хе. Здравствуйте, ребят, да. Раскопал камушек и ушел бухать. Типичный Тольятти. Эй. А в Самаре, что ли, не так? Чего-нибудь сразу в Тольятти. Так, эти камни, видать, совсем уже горячие, что их... А, нет, нет, раскапывают. Они их руками копают, что ли. Ну, никто даже не обрисся магмой. Ура. Ура. Только заколебался каждый раз. Заставлять их раскапывать. Евгений, они же их долбят кирками. Да? Да. Так какое значение имеет, насколько горячие камни? Ну, это как бы показатель, как у пожарников. Когда ручка раскалилась, значит, в комнату входить нельзя, потому что пламенем тебя с ног собьет. Ну, да, да, да. А тут, ну, ты можешь раскопать, и на тебя хлынет поток магмы. Но она вязкая, поэтому от нее убежать можно довольно-таки быстро. Окей, все, базара ноль. Перестраховывается. Нет, про пожарников я знал еще, что во время пожаров окна открывать нельзя и так далее, потому что это много кислорода, разгорит сильнее. В Самаре раскапывать нечего уже. Ой, я был в Самаре, я видел ваши дороги. Вам новые нужно прокапывать. Места не хватает. Звездец. На въезде в Самару, там, знаешь, вот типа, мне до Самары ехать с нормальной скоростью, ну, где-то часок, да? И еще где-то полтора часа доехать до центра города, потому что пробки нахуй. И все нарушают. Просто по бордюрам, по тротуарам ездят люди, вообще насрать на все. Самара это город дорожного пиздеца, я считаю. Вот, забавно, в Татарстане вот есть Казань и Челны, где я живу. В Казани культура вождения просто пиздец какой-то. А в Челнах, ну, довольно-таки терпимая. То есть, ну, даже дорогу уступают там, когда видят, что ты хочешь перейти. В Казани... Ой, в Казани мы один раз чуть на скорости 100 км в час не врезались в джипарь какой-то, который там с такой же скоростью на перерез ехал. Вот это был адреналин. Не Москва какая-то? Да, на самом деле в Самаре просто кошмар все с дорогами. Вот именно про дороги я и говорил Денис, а не вот про все остальное. Да, я знаю всего три места в Самаре, где бывал чаще всего. Ну, не надо тут на меня бочку угнать. Ну, кстати, да, никто же не знает, о каких местах идет речь. Я так редко бываю в Самаре, бывал всего в трех местах. Это Дом сестры, Икея и Апелляционный суд. Это значит, какие-то три ландбарки, которые я знаю. Странный набор. Да, не, ну у нас апелляционный суд в Самаре, то есть в области находится, поэтому да. Вот. У вас в Самаре один аэропорт на два города? Да, Курумыч он находится между Самарой и Тольятти, собственно. Женя, у тебя сколько фпс? Если мало, то может уже пора отправлять никчемных дворфов в рейд. Дай им всякие деревянные болты и арбалеты, и они вернутся хоть с чем-то. Ну я подумал отправить. Правда, в прошлый раз я так и не понял, с чем они пришли, и каков результат рейда. Чё? И к тому же, я боюсь, что мне скоро понадобятся бойцы, когда я раскопаю все-таки вот так вот по одной клеточке. Нет, эти три места не связаны друг с другом, это независимо там бывало, да. Сказание согласно, у нас постоянно какая-то фигня на дорогах, с дорогами. Ну вот бывает. Чё, да чё, на тебя бочку гнать, она разобьется, а у тебя ты же большой, ну да, наверное. Не знаю, не проверял. Тиватар сделал крышку люка. Легендарного качества, да? Да, это артефакт. Он называется Уленгдаснаст. И он стоит, сейчас я посмотрю, сколько он стоит. Ой, не то. Ох, здесь название... А, вот, 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 вот. 64 тысячи, охренеть. Чё, в трех местах говорят треугольник? Нет, не треугольник, там кривая линия получается, как червячок. Так, продолжаем. Хлопцы, ну чё, всё ещё VPN? Ну, у меня, да. Типа, ну, нет, наоборот, у меня нет VPN, у меня всё в порядке. У Евгения тоже всё в порядке. Вот, у Вани были проблемы какие-то с доступом, ну, бывает. Да, только я в Telegram через Store захожу. Серьёзно? А я вот, да, сижу. Ну, я тебе вчера рассказывал, что спокойно сижу. Грузится, правда, всё долго. Я прямо в это время попытался зайти в Telegram, и меня не пустило. Мне нравится фотка Дурвы, которая, это, зафотошоплена под кавказском, так как он с большой бородой, да, я там, свой первый VPN я установил в 16 лет. Пав Ибн Аль Дурах. Интересно, как он будет голову отрезать? Не знаю. Опять кончились бочки. Бухлу некуда сливать. Ну, то есть, сливать его надо, конечно, в дворфов, но до этого оно должно побывать в какой-нибудь таре. Так, кто это додумался бухло готовить? Не, ребята, так не годится. Кстати, надо не забывать жир, запрещать готовку жира, короче, иначе они пустят его в еду, а жир нужен для мыла. Опа, ну, значит, скоро бесконечное лето, да, да. Не за горами? Довольно скоро. Ну, сколько яиц, сколько припасов, замечательно. Было бы очень неловко, если бы пришли демоны и уничтожили тут все. Так. Я когда разобрался с Рейдом, то получается, все те вещи, которые они приносили, это были артефакты, созданные гоблинами. В основном они были из стали и железа, что мне играло на руку. А расплавлять артефакты здесь можно, Евгений? Ну, или предметы. Ну, перерабатывать обратно их. Если их... Прошу прощения. Господи, не помирай. Если продать его, то создатель артефакта сильно горчится. Ну, я думаю, если его переплавить... Так если он похищен? Если похищен, тоже. Серьезно? То есть владелец артефакта обидится? Ну, создатель, я хотел сказать, да. Так, если его создали гоблины, ты его Рейдом похитил, вернул обратно, переплавил, то кому обижаться гоблином? Ну, насрать на гоблинов. Пускай обижаются, хоть, не знаю, так. Гезунхайд, будь здоров, да. Спасибо. Проблема в том, что они могут ни с чем... А, прийти ни с чем. Когда они приходят ни с чем, ничего не пишут в плане добычи. А так как они в основном приходят со всякими похищенными артефактами или спасенными пленниками, дворфами, дети, которых похитили, че? Не понимат. Какое-то незаконченное предложение, по-моему. Опять нельзя. Ну, может быть. Так, хорошо. Как эта долбёжка началась, я не знаю. Кто-то с кем-то дерётся, похоже, но у меня никаких сообщений нет. Может, это охотники до кого-то докопались? Ладно, продолжаем раскопки, пока у нас готовится... Кстати, а саму баллисту-то сделали или нет? Вроде бы сделали. На прошлом стриме. Точнее, детали для неё. Там, из трёх частей. Эти звуки как-то не очень... Да я вот не слышу, но да, многие замечают, что SoundSense какое-то говно. Ну, ладно, включим обратно этот. Давай. Капец, как в этом вообще можно разобраться? Даже с графическими модами тут всё сложно. Ну, можно. Да? Правда, не во всём сразу. Ты игру для себя открываешь, как... Да кто там кого толбит? Что происходит? Что это за суки? Короче, Warlord Battle Cry. Я не понял, забей. Они приходят с артефактами, либо без артефактов. Всё, понятно, коротко, ясно. Так, кстати, я же... Точно, я же начинал ледяные раскопки. Как я мог забыть? По-моему, эти звуки какие-то олдскульные. Атмосферно так, но они реально не очень. Обычно, когда упоминают атмосферу, она, знаешь, она в каком-то позитивном ключе упоминается людьми. А здесь как-то наоборот у нас всё случилось, Евгений. Да. Странно. Раскомнадзорная ОПГ ломится в крепость, Женя. Эту игру открываешь, как учебник по матану, ни хрена не понятно. Ну, да, но она на самом деле не сложная, насколько я понимаю. В ней так же легко разобраться, как в Рим, в World, Crusader, Kings и прочих играх. Главное было бы желание. Ну, главное преодолеть барьер восприятия. Да, вообще, я считаю, в каждой игре, ну, не знаю, кроме каких-нибудь совсем простеньких и спинномозговых, типа, шутеров, есть свой барьер входа, порог входа. И, да, было бы желание, ты его преодолеешь. Гитары на месте, можно медитировать, да. Насчёт, чё, дорожных чудес. Рассказывал друг, однажды у них Рубцовский выиграл кто-то тендер по полной смене главных дорог города. Содрали старое полотно, и в это же время сработал другой тендер, и вся дорожная техника ушла к какому-то ИП. В итоге город остался без дорожного полотна на полгода, пока вся техника была занята. Я не знаю, правда это или нет, но байка клёвая. Нам же ещё рассказывали, что как-то, это, кирпичами дорогу застилали. Да, ничего удивительного, кто-то придумал простенькую схему для каких-то махинаций, реализовал всё. А не планируете поиграть в мультиплееры Вахи Total War в общую компанию? У меня нет второй Вахи, а вот херва есть. Но я не очень не хочу играть в Total War, я знаете это, я уже отдалился от него. Я вот три королевства подожду, хочу обзоры все выхватить их, может быть это ещё Британия, не знаю, мы с тобой как-нибудь поделим, Жень. В общем, выберем, кому чё роднее, то и выберем. В общем, так я уже пометил эти льдышки. И в общем, там видно будет, да, поиграем или нет. Стримы-то, я думаю, в любом случае будут показать-то надо. Кстати, Миша, как тебе видно, а, как тебе видео под того смеющегося испанца. Это испанец великолепно подходит в любой ситуации. Я, чё-то не знаю, надоедает. Это значит, это как, со временем все мемы устаревают и надоедают. Это как, не знаю, уволенный Даур, или то, что я типа подкатываю к Кате. Это прикольно было поначалу, а потом уже надоело. Ажиотаж пропал, видимо, у меня. Дважды хохма уже не хохма, но если помножить на правила современные, меметичные, то... Нет, мема тоже. 200 раз хохма уже не хохма. Знаешь, это, современные мемы тоже быстро выветриваются. Я вон с Гачи Мучи познакомился где-то в году 14-15, а люди только в прошлом до него дошли. И мне уже это, блядь, заебало. А, блядь, их это смешно. Так, на кого-то напали. Ну-ка, давайте посмотрим. У меня во дворе дорога, как после бомбежки, да и вокруг товара, да и в районе, и в городе. Самара. Смотри, понять не могу, ты по этажам ездишь или передвигаешься по карте, а тут как бы три оси. Да, в общем, я перебираю горизонтальные срезы крепости. То есть сверху вниз. Ну, блин. Ну как карты по этажам, вот. Понятнее всего. Великолепно подходит к любой ситуации, только смех Миши. Я, конечно, благодарен, но... Это мой естественный смех, он не наигранный, ничего. То есть, ну, просто я так смеюсь. Ну, что в этом так? Да, кто-то думает, что ты сидишь там, его репетируешь, режиссируешь перед зеркалом. Ну, это нелепо, я считаю. Смеюсь то, как смеюсь. О, неужели кончился теплый камень, проклятый. Наконец-то раскопки нормально пойдут. Я сказал, глубина, винт. Сурена, долгота, глубина. Или как там правильно, на карте Миши разговариваю. Да, X, Y, Z, да. Но по охранах смех Миши будет звучать иронично. Особенно это в том миксе под Кирби, да. Хотя я посмотрел, ну, не знаю. У нас в семье не принято устраивать пучные похороны. Ну, как-то так. Так, раз у нас детали от Баллисты есть, значит... Можно уже поставить. Я подготовил уже плацдарм, где она должна расположиться. Смех Миши естественный, поэтому кашлятный. Ладно, как хотите. Я в нем ничего особого не вижу. Закажите томограмму вашей крепости со скидкой. Ну, может, наверное. Так, сейчас я Дурс переключу, а то они какие-то уныленькие. Они, конечно, клевые, но умные. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Придется шире раскапывать. Я что-то забыл, что Баллисты такая здоровая. Ладно. Тут как раз камень этот нормальный, прохладный. Пышный или скучный, я не расслышал. Не пышный. То есть, ну, как бы, ну, обычные похороны. Там похоронили человека и все. А все еще будет спеяться из гроба. Смешно, да. Евгений, ты сейчас пытаешься прокопаться к этому? К Дамантину? Да. И готовлю тоннельчик, где поставлю Баллистову. Детали для них уже есть. Ой, не то. А, вот это вот широкий ты сделал, да? Угу. Просто Баллисты, они толстые, заразы. Тут нужен врыв кости со словами, как твоя мама. Ха-ха-ха-ха-ха. Может быть, это не крепость, а раковые, легкие, кулаковые, и Женя пробивается через них и ищет историю серии ассасинов? Я думаю, она не в легких. А что я найду в легких, наверное, лучше мне и не знать. Как заставить работать твич? Не паши трансляции. Так. Давай, ультимативный. Итак, если не работает стрим, ставьте VPN. Спасибо. Самый лучший VPN это уехать из этой страны, да? Ну да, 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 да. Неправильно ты, дядя Фёдор, блокировки обходишь. Ну, смотря куда. VPN знаешь, она уёбывать из этой страны. Можно ведь и в Туркмени уехать, а Туркмени это такой синтез России и Северной Кореи. И с восточным колоритом. Просто прелесть. Ну, не знаю. Во, саунд из космических рейнджеров. Он везде подходит и всегда. А, ты себе включил? Да, я просто это... У меня здесь то эктоморф, то дурс, ну и я думаю, что-то всё не подходит. Какие-то то ли жёсткие, то ли слишком скучные. А, космические рейнджеры, они всегда в тему. Как-то я их прям переслушал, что даже надоело. И однажды пришлось их удалить с телефона. Увы. Музыку, в смысле, не игру. Хотя и игра тоже есть. Сейчас, секундочку, Евгений, я тебя пока не слушаю. Ох, что же вы такие трусливые дворфы. Ну, тёплый камень, ну и что? О, ну, значит, земля рада видеть себя. Ну, скала, то есть, скалистая порода. Каждый раз паузу ставить. Паузу, паузу, паузу. Вот там, X14 уже уведомлений этих про тёплый камень. А нельзя настроить, типа, ставить паузу в каких-то случаях, нет? По-моему, где там можно. Только я не помню, где. Украина, Россия, один народ, одна судьба, одни блокировщики, ну, моё бы. Ну, бывает, да. Давай, чувак, копай. Кстати, почему он один-то делает? Что-то outside work, борщ, чернобыль. Это, знаешь, это типичные стереотипы, когда не знаешь, что сказать человеку другой культуры. Перечислить самые известные стереотипы, типа, там, не знаю, пицца, паста, муссолини. Вот. Ну, это лично мои стереотипы, окей. Я что-то вспомнил, как в Лиге Справедливости шутку переначали. Там же они, типа, в Россию приезжали, по-моему. Какой Лиге Справедливости? Ну, там, где главный злодей свою главную злодейскую хреновину делал. И там, типа, рядом со старой атомной станцией. Намёк такой, толстый, толстый. Но при этом это вроде то ли Россия, то ли Украина, что-то посередине. Они всё это в Польшу перенесли, локализаторы. Мы, кажется, нашли это, общий язык с этим иностранцем, извиняюсь. Кенатюна Фиш, он сказал туша, неплохо. Продолжай, извиняюсь, да. Вот, и там какой-то был прикол, связанный с FDP поздней, времён перестройки. Вместо этого там, этот, Флэш говорит просто, лех валяться. Причём тут, блядь, лех валяться? А, господи, ты чё-то, ты чё-то про DC говоришь. Я вообще просто не шарю, ни в комиксах, ни в прочем. Да я тоже шарю слабо, просто фильм-то смотрел, и вот. А я так не посмотрел. А, и жалеть особо нечего. Чё-чё-чё-чё-чё? А, лава как полилась? Ничего не понял. Так, лава подлива от шеф-повара. М-м-м, подлив. Прошу прощения. Да будьте здоров. Евгений, хватит умирать. Да я так. Немножечко, да? Такой, значит, я только петельку закрутил, Виша, отстань, да? Маленечко поумираю и вернусь. Ну ладно, ладно, иногда можно. Ты, главное, только в запой надолго не уходи. Да нет, чё-то меня подкараулил этот насморк. Я довольно-таки долго не справлялся. Да может быть, может иммунитет ослаб. У нас тут дождь такой, дымка стоит какая-то противная. Ой, а у нас тоже дождик вчера был так хорошо прям вообще. Знаешь, я люблю прохладу, где-то от 10 до 20 градусов. Прям охуительно просто. Я сижу кайфую, блядь. Так, а куда она смотрит? Будь здоров, тебе говорят. Так, а что с Евгением? Я сначала... Не сначала сижу просто. Да приболел, видимо, Евгений, бывает. Судя по всему, так оно и есть. Как не болеть, позвать некроманты и умереть. Ну, а если не поднимет? А если поднимет, но не даст тебе волю свободную. Что ты будешь делать с этим, а? 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 О, нихера себе, а ну вот для Сити Скайлайн сделать. Ну-ка, чё, DLC, парк лайф. Ну, я вот новости наизго смотрю. Так, чё там? Анонтировали очередной DLC для градостроительного симулятора. Бла-бла-бла. Парк лайф, оно добавит возможность благоустраивать виртуальные города при помощи парковых зон. А, ну, окей. Я не шпреху по-английски. Ты чё не понимаешь, Жень? Ну, прям сейчас, наверное, читать не буду, но ты скиллку... Скиллку мне сын, хотел сказать. Ссылку мне скинь. Не, в смысле человек в чате сидит и общается с нами на английском, да. Я думаю, что я вижу, что будет происходить здесь. Я не понимаю. Sorry, man, I don't understand English. And don't speak English. О, нет. Кажется, я понял, что сейчас произойдёт. А, sorry, I speak English sometimes. Эээ... Some drink. Maybe. Я вот читаю довольно-таки неплохо, но если заставите меня говорить, то начинается такая стыдобушка мерзкая, что... Не, слушай, когда я вот напивался тогда в тот день, да, я же в баре с каким-то иностранцем пересёкся. Короче, ладно, хер с ним, с этим поносом, сейчас расскажу. В общем, когда мы пришли во второй бар, Светик, нажравшийся в халамину, пошёл танцевать. Там были уж какие-то люди танцующие, мы не придали этому значения, сидим, пьём там просто, ждём, когда у него настроение появится домой идти. Эээ... Евгений? Пардон, я отключался тут на секундочку. А, ну окей, в общем, когда у меня появится настроение идти домой. В итоге, они там закончили танцевать, прыгать, беситься, Свет отыграл диджей, и... К нам подошёл какой-то мужчина. И начал мне что-то затирать по-английски на тему, мол, как охерительно этот парень танцует. Какие вы все молодцы, что пришли сюда потанцевать, и я ему пытался на ломаном английском объяснить, что мы не танцуем, он танцует, потому что он пьян. И как-то я не помню, как правильно подобрал какие слова, но в итоге он меня понял и сказал просто, me too, и ушёл. Отлично. Ну бывает. Так, я тут, короче, ноншенство сделал небольшое, вот я теперь могу показывать этот дворфа-насильника, ну, окно этой программы. Я сейчас назначу парочку операторов фасадных машин. У нас есть всего лишь адзин. При этом он ещё и механик, и архитектор, и ещё кучу разных должностей занимает. Так вот. Мне нужны чистые операторы, которые будут стоять, сочевать этих баллистов. О, ты захват рабочего стола сделал, потому что я раписты вижу. Ну да. А, ну окей. В общем, Warlord Battle Cry жалуется на то, что его истории чересчур огромные, и пытаясь всячески поместить их в одно краткое непонятное сообщение, получается какой-то сраный обрубок. На несколько сообщений разум. Так ты это, суть передавай. Это знаешь, вот когда пытаешься общаться с людьми, ты хочешь, не знаю, рассказать всё красиво, охватить все понятия и так далее. Но иногда можно просто сказать что-то кратко и по делу. Да, не углубляйся. Это значит, это... Потому что любую историю можно начать с сотворения Вселенной. Можно, например, как летописи отечественные. В общем, там, пять тысяч... Ай, господи, сколько там было? Пять тысяч девятьсот лет сотворения мира и так далее. Так. Богатор, Богатор. Я не вижу у него никаких должностей, значит... Значит, я назначу его оператором. А, а вот, слушай. А в Римворлде вот такая вот таблица, она в самой игре. Вот. Потому что Римворлд более, это... Дружелюбный, что ли сказать. Так, а куда я постав... А, всё правильно, всё правильно. Миша вот взял и упустил своего мужчину. Ну, блин, я жду скорее женщину, а не мужчину. Сори. А в географии с контрными картами прибавил самотан с таблицами. Да, немножечко. Список дворфов уже показывали, но... Можно показать. Я сейчас вот назначил парочку оператором. Давай под конец стрима заодно там это переименуем. Ребят, не забывайте бороды кидать. Под конец стрима будем раздавать имена. Вот. Больше бород. Чем он занимается? Кроме того, что... А, так он, походу, был этим сопляком, вырос. Теперь он фермер. Я ему никаких работ не назначил. Барлорд Баттл край негодует, что ты уже собираешься идти к демонам. Я, может, хочу красиво закончить эту крепость и начать другую. А может, нет. А когда конец стрима? Конец стрима будет в 8 часов по Москве. За 5 минута начало следующего. Да, когда она заменит Васи и Максима, они будут продолжать играть в это... В God of War. Продолжается марафон к выходу. Новая часть, четвертая. Да, и завтра, козастря, последняя. Видимо, стрим будет этого марафона, потому что выходит четвертая часть. Но я не знаю, будет ли они прямо на стриме проходить. Вроде она должна быть длинная, а вроде не очень. Я ревьюшки почитал иностранные, и там прям что-то я так не понял, насколько она длинная. Потому что, по-моему, с Сони они ограничили эту информацию, возможно, о ней, да. Так, и походу мне придется еще коридор расширять. Короче, в начальном городе, в начале путешествия, играя за человеками доеда, я заспаунился в эльфийском городе. Я убил там мэра, выдавив ему глаза и выпотрошив. Из кожи сделал флягу и одежду, а мясо и кровь взял для употребления. Когда меня пытались остановить, то всю стражу напугал кусками мяса, а в один дом ворвался и убил там эльфа, ограбив его дом. Ну, замечательно. Ты, видимо, в Adventure Mode играл. Да. Это явно не режим крепости. В реальности было бы намного легче управлять поселением дворфов. Вот не скажи. Вот, серьезно, вот когда мне говорят о том, что, мол, типа, что в играх там твои неписи, ну, юниты под твоим упражнением всегда такие тупые и так далее. Есть же очевидные вещи, которые можно легко сделать. Ребята, попробуйте в реальной жизни организовать на какое-нибудь дело или просто на что-то, хотя бы, не знаю, ну, человек 10. Вы поймете, насколько это, блядь, сложно. Вот, вот, серьезно. Это, я не знаю, это как управлять пьяными. Они все время делают то, что им в голову придется. Ты знаешь, бля, че б такого отщебучить, знаешь? Да. И вот, Unreal Life, серьезно, даже 10 человек организовать сложно. Это прям, это требует определенных навыков. Что значит звук, похожий на гудок автомобиля, тебя спрашивают? А, там всякие уведомления с этим звуком вскакивают. Так, у меня просто засрали всю эту ленту сообщений тем, что... Некуда надевать бухло, а, бочки кончились. Ну, все, короче, отменил я создание алкоголя. Пока что у нас запасы есть. Пускай те бочки опустошат. Вот, Денис, как музыкант, говорит очень правильные вещи людей организовать. Ужас и пытка. Даже 4 человека в группе организовать уже боль. Вот. Сейчас Кунгура стало жалко. Дима вообще, я не понимаю. Он очень усердно справляется, стараясь пропихнуться везде и всюду. Все узнать, все сделать правильно. И поэтому его очень жалко, да. Потому что нас-то много, а он один. Слава богу, я завязался в ММО. Больше не нужно связываться с организацией рейдов. Вот и да. В ММО это вообще кошмар. Особенно, знаешь, там, когда еще не было телепортации в данжевове. Приходилось всем у камня стражить и так далее. Какой пиздец творился. Один не закончил квест, другой там еще крафтит. Просит подождать. И в итоге там просто, знаешь, не разбери их полнейшее творится. У тебя группа как бы по разным кускам света раскидана, и ты их не можешь. В рейд сходить, да или в данж просто. Ах, пиздец. Блин. Боготор-то, оказывается, в армии служит. А я его куда-то назначил, не туда. Блин, вот тяжело. Даже с этой таблицей, когда у тебя 250, блин, ворот, найти того, кто согласился бы делать то, что тебе нужно. На шашлыки вроде норм организовываемся. Шашлыки это одно дело. Там как бы все идут побухать, пожрать. И кто-то всегда, подвыпив, ночной говорит, ты неправильно готовишь, давай я буду готовить. А я говорю, да будь ты здоров. Истинно так расчихнул. А я, собственно, говорю именно про более узконаправленные деятельности. Например, на ремонт людей собрать. То есть, как бы это вот нужно сделать ремонт там в каком-то месте, либо что-то просто захуячить. Полнейшая дезорганизация. Никакой дисциплины у людей нет. И как я рад, что хотя бы один товарищ служил, даже двое моих товарищей служили в армии. И они... Спасибо, знат. И они понимают, как нужно все организовывать. Виталий, Игорь, я говорю, привет, Миша. Ребята, Миша, давно тебя не слышал, как новый микро. И мне не нравится... Секундочку. Что? И мне не нравится, что вам не нравится Деград Шутки новый топ. В смысле, нам не нравится Деград Шутки? Уже, когда все собрались в одном месте, готовите выпивать, это типа нормально. Там уже организовываться проще. А вот на сами шашлыки организовываться, да, это уже... Что-то я затупил. Ладно. Бывает сложно. Скопаю чуть по-другому. Виталий Игоревич. И сюда поставить. Ой, там я вижу, Ваня добавил какой-то очень длинный симптом. Гиппо-то-но-нон-стро-секви-по. Бедреофобия, господи, блядь. Что это, где это? Это в списке донатов, собственно, те люди, которые обязательно попадут в список дворфов. Пролестно. Неплохо. Сейчас я разомну свои лингвистические способности. Доброго времени суток, здравствуй, Аганин Феникс. Но самое крутое в МММ, когда выясняется, что пришедший к вам хил качался в ДД и хилить не умеет. Да-да-да. Зачем расширять коридор, чтобы баллиста поставить? Да, вообще можно было бы их каскадом расположить, но мне лень, я и так заколебался, раскапывая тут все по одной клеточке из-за того, что камень теплый. Поставлю вот так, вот как видите. Ну, то есть это каскад, но примитивный. Тупой каскад, короче. Да, ингибитор бог войны сегодня выйдет после нас прямо. Так что можете никуда не расходиться и... Идеально организовываться в три человека, вот это прям огонь, больше больно и сложно. Ну да, это значит как в армии, господи. Как там? Сержанты... В апреле сержанта сколько? От пяти до десяти человек, я не помню. Ну, в среднем пять, да, там? Одна боевая машина. Ой, я уж не помню, сейчас надо вспоминать систему. Ну, причем в разных армиях-то своя. Да, я все забыл. Я вот вспомнил одно из правил этих революционных ячеек. Да ты что? В ней не может быть больше трех человек. Не должно быть. А, ну это логично. В результате четвертый риск предательства становится почти стопроцентным. Ну, это логично, знаешь, треугольники как бы удобнее организовать. Я понял мечту, ну да. Да. Не, ну, да. Типа, знаешь, это вот есть я и три моих друга. И как бы мы никогда не собираемся вчетвером. Я заметил вот эту тенденцию. А, наверное, потому что один из друзей не знает двух остальных. Да. Так познакомь, че. Будете вместе. Ну, взгляды разные. А, ну да, тогда не стоит. Это, это типа провокация конфликта, я на это никогда не пойду. У него тоже есть среди друзей. Общаться по отдельности, это нормально. А начать их знакомиться и так далее не пойдет. Там слишком разные люди. То есть со мной перекликаются еще нормально, а вот друг с другом они вряд ли. Вот у меня тоже есть друзья, которые раньше вместе как бы тусили, теперь разругались насмерть и друг с другом даже не заговорят, руку не пожмут. Не, эти просто не знакомы, я просто понимаю. Вот мои именно, вот смотри, у меня три друга всего. Это Марк, Стас, Влад. Вот Марк и Стас, они знакомы, они как бы вместе в квартире живут. Бывает. У них взаимоотношения нормальные, и со мной тоже нормальные. А вот Влад с ними вообще не знаком, просто потому что, ну, он не такой, как они. Разные взгляды, разные видения на жизнь. Я с Владом нормально коррелирую, у нас все нормально, четенько. А вот с Марком и Стасом у них отношения, скорее всего, не заладятся. Поэтому, да, я их даже не знакомлю. Ну, наверное, правильно. А зачем это просто нужно? Это, не знаю, это как... Лишнее кровопролитие словесное провоцирование. Да нет, никакого кровопролития не будет, просто впечатление. Словесное, словесное, говорю. Будьте здоровы, Полина. Ну, видимо, все, у вас там семейное заражение пошло. Пандемия! Пандемия в квартире! Да, сейчас Барсик еще чихнет, потом Крол чихнет, потом, не знаю, Ковер чихнет и все. Влад натурал, да мы все натурал так-то. Ну, почти. Так, ну-то оно как. В смысле? Ну, так такое почти интригующее, что я прямо... А, ну, потому что без спидерских шуток никуда. А, ну... Это-то другое дело. Так, я опять... А, все, вспомнил, что, что, что значит кабинет, а что... Семейное заражение, отлично, оно звонит для группы. Бесплатные идеи раздаю, используй. А как ваша группа называется, Денис? Я-то что-то видел тебя, но не посмотрел? Ну-ка, 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 где ты у меня там? Вот, нашел тебя. Так, long way down точно. Че, долгий путь вниз? Ладно. Не знаю, у меня женатый из Сибири, Я ее ласково, язвочкой сибирской называл. Еее, неплохо. Учитывая, что она еще и медик, ну, вообще, шикарно. Уже записал? Ну, ладно. Это должно быть, знаешь, это должно быть, это... Трэш-гранж-группа такая, чисто гаражная, типа, как это... Которая бетонную мешалку исполнял. Почему-то все девушки вокруг меня чихают так мило, а я нет. Да, когда я чихаю, все жалуются, что стены трясутся. Ну, как и храплю, собственно. А я стараюсь чихать погромче, мне это нравится. Ну, это, ну ладно. Женя, нам все равно, зачем баллисты? От них толка нет, так как, блин, дворфы разбегаются, стоит демонам подойти. А отряд дворфов-арбалетчиков всегда отбегает на расстояние выстрела. И уже стреляют во врага, при этом перезаряжаются, быстро говорят тебе. Да пришлю я арбалетчиков. У меня два отряда арбалетчиков, один отряд рукопашников. Рукопашники, я думаю, расплавятся нахер от контакта с демонами, поэтому я оставлю их, ну, не пошлю умирать вообще. Че, я с группы уже месяц не виделся, так что надо новое название. Ну, может быть. Ладно, вопрос не получился. Вообще да, я не просек фишку, сори. Я с группы уже месяц не виделся, так что надо новое название для группы из трех человек. Ну, че там. Соло-гитара-вокалист. Басист, который просто стоит там и че-то пальцами дергает. И нахер не нужен. И барабанщик, которому похера на всех, а он просто долбит. Не в ритм даже. В свой ритм, который у него в голове играет там. Басист почему не нужен? Потому что большинство людей басы не слышат. Он может просто херачить что-нибудь там под свой вкус и так далее. Чисто ручками дергать. Ты чекаешь со словом «апчихуй». Ну, там надо «апчихуй, нахуй, выхухоль». Вот. О, сколько сундуков. Надо их расставить. Басист и вокалист я, барабанщик и клавиши. А соло-гитара. Вы же не этот. Вы же не психобили какой-нибудь играете. Я в два комбика играю. Гитара да и бас. И гитара сдвоенная, да? Эх, музыкальные шутки. Шугазы могу. Никогда ни на ком инструменте не играл. Пытался на губную гармошку учиться. Да, вот девчонка подарила губную гармошку. Я что-то пытался на ней побренкать. Потом подумал, я буду слушать и не играть. Нахера, ну мне надо. У меня еще потом другая девушка пыталась губную гармошку отжать под предлогом. Ну ты же не играешь. Я там пол. Наглая, блядь. Тоже мне иго монгольское пришло. Дань собирать губными гармошками. Сука. Ну да. Лучше бы кожаными плейтами собирала. Ха-ха-ха. Но мы умолчим, Евгений. Евгений, нет, шутка в тему, но мы умолчим. Давай без подробностей, как говорится. Да. А вот говорят, что деградские шутки мы не любим. Так мы их сами производим только так. Вы не смотрите, что мы тут в какие-то заумные игры, там, в таблицы какие-то матанские играем. Мы же такие же, как все остальные. Просто игры сложнее. Так строя ты чертову баллисту, тебе придется расширять чертов коридора. Значит, уже демоны могут уклониться от выстрелов. В узком одноклеточном коридоре увернуться они не смогут от целого отряда. Так я там стены построю. А, то есть ты и сам разобраться, да? Чтобы они проникали именно там, куда баллиста будет стрелять. И вообще у нее угол отклонения есть, насколько я помню. То есть она может и чуть-чуть в сторону повернуть. Чуть-чуть. Блин, сколько сундуков-то их наделали. Продолжаем познавать пикап с Евгением и Михаилом. Ласково называть названием болезни записываю. Ну не знаю. Мой отец называл мою матушку толстухой. Потому что она толстая, а ему как бы нравятся пущенные женщины. Это нормально, а он такой толстухая. Вот. Нормально жили, ничего не знаю. А, таблица для... Ой. Да. Таблица для реальных пацанов. Даешь графики в виде члена. Ну, да, понятно. Или эти. Как их. Какие-то... Какие-то сигнатуры там в форме сисек. Вот это. Все. Че? Черово мне плачет геометрии. Ласковое название болезни. Ты моя ОРВишечка. Ага. Я такой. Ты мой спидочечек. Миш, как тебе ковер Ивани на песню камнем по голове? А, ковер. Извиняюсь. Да, я считаю, что Ивани смог. А я не помню. Я же пьяный был в то время, скорее всего. Слушай, у меня, наверное, все мастерские завальные. Я смотрю, у меня дверей, шкафов, сундуков. Их как грязи. Евгений, тебе говорят, что они стены могут снестись к чертям? Ага. Демоны сносят стены к чертям. Неплохо. Если захотят так, что они могут сделать даже дырку для укрытия. Вот что. Ну, значит, вот как есть. Вот все будет. Ваня сплел ковер. Новый ковер записал. Она камнем по голове, насколько я понимаю. Я себе когда-то купил блок флейту, чтобы дудеть тему из Игры Престолов. Сейчас с появлением щити-флют ремиксов задумываюсь стереть с ней пуль. Ну, понятно. Я подумал сейчас, скажешь, стереть ее в порошок. Нет, стереть с нее пыль. Человек планирует записывать свои щити-флют ремиксы. Тут в некоторых комнатах не хватает стен. Но я думаю, дворфы как-нибудь переживут. Да, непросто бывает обустроить быт такой Аравии. А, в чем проблема? Да, комнат надо много сделать. А там для каждого отделя нужно? Они еще получают дебаф, наверное, к настроению, если спят с кем-то, да? В общаге, конечно, им спится хуже. Понятное дело. Вот у меня тут есть небольшое общежитие. Ой. Вот оно. Тут кровать стоит. Еще эти дети валяются. На полу тоже почему-то. Миша насполнял ее на стриме Сталкера Онлайн. Ну, видимо, я действительно был пьян, потому что я не помню. Мне теперь кажется, что тут не хватает фена. Да я сам не понимаю, что это Сталкер Онлайн. Дай я загляну, что ли, в записи стримов. Посмотрю. Может, выложили уже. Два. И еще одна дверка. И... Да будь ты здоров! Спасибо! Не за что! Выпьем, крякнем и пойдем воевать. Демонов. Проснулся, похмелился, выпил, но в день настал. Собственно... Баллисты не торопятся строить, потому что... Очень, очень, очень глубоко ходить сюда и... Я хуй знаю, что за Онлайн Сталкер, забей. Кстати, как там дела с графьями и прочими? Может, пора вырезать дворян, тебя спрашивать? Так у нас только их эти придворные дамы какие-то и придворные мужи пара штук. Так захотелось научиться играть. Может, кто знает обучающие ролики? В смысле, под War Fortress? Ну, я не знаю. Евгений. Есть и в Википедии, английская и русская, под War Fortress. Английская, разумеется, полнее гораздо. Ага. Но я учился с ее помощью. Это Роскомаинфекция, да-да-да-да. Телеграммом пользуешься? На тебе сибирскую язву. Здесь язвочку. Затор мне еще и... Что там? Эболу, да, точно. Во. Отлично. По Эболе, да. Билл Туриф называет стрим. Я не буду сейчас снова лезть, мне неинтересно. Кто у нас нынче мэр? Вексит, точно. Что такое Экуменополис? И нас спрашивают, нужно ли теоретически Экуменополис построить. Экуменополис это город-мир? В смысле, как корусант в Звездных войнах? Вселенная, обитаемый мир. Город. Редко сверхглумерация. Или глобальная агломерация, образующая сплошную сеть расселения поверхности Земли. А, то есть, типа, на разных точках образующие, скажу, сети городов образовать. Да, город-планетка, планета, в общем. Ну, мир улей. Да? Да. Трантор. Или, ну, вариантов много можно. Ну, да, да, да. Уж на планеты улей, да фантазий хватало у этих. Ну, вот это, спрашиваю, построить теоретически даже можно? Да вот я даже не знаю. Мне кажется, он будет требовать столько припасов съестных, что его будет невозможно снабжать. Не, а, допустим, вот ты вот сейчас находишься на одной клетке общей карты, да? В ней отстроил крепость, там уже вот твой дворф отправил экспедицию на другую клетку. А, так ты проигрул вообще? Фу. Да, 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 господи. Не, там на каком-то расстоянии друг от друга ставить нельзя. То есть ты не можешь развить город в одном месте, отправить новую экспедицию, развивать в другом, и там спасение образуется. Не, я могу хоть этот... А, не, погоди тут. Чтобы следующую крепость в том же мире начать строить, нужно предыдущую бросить. То есть нельзя? Да. Ну, как время вороза, там тоже нельзя так сделать. Там всё время, всё твое племя переходит из одной локации в другой. Опять кто-то с кем-то там глиномесит. Ну, что это за звуки? Не, я, походу, отключу обратно этот саундсенс и... Да, он какой-то не очень, судя по отзыву. Не, вот я играл ранее, не стримил когда, и вроде прикольно звучало. Ребята, не забывайте отправлять в чат борода с маленькой буквы, чтобы попасть в нашу крепость. С маленькой буквы, это обязательно. Заряжут демоны. Ну, возможно, вот прям вот сейчас отправлю как. Вот, смотрите. Вот прям вот так. О, я попал в список, точнее, стоп-гейм попал в список. Так, вот. Да, ребят, скоро уже конец. Будете смотреть марафончик по God of War, а я пойду гулять. А я обратно в хаи потопаю. Ну вот. Буду высадку в Италии реализовывать. Бестолковую. Так. Сухо. Эгони Феникс занес какие-то иероглифы Евгений на лекарства. Ну, хорошо. Спасибо. Спасибо. Попробую выжить как-нибудь. Давай. Так, вот теперь я поставлю решетки там на входе в этот канал. И никто, клянусь, армаком, никто больше не утонет в этом канале. Вот. Он уже столько жизни забрал. Он забрал больше, чем подарил, как водопровод. Так. У меня уже мать начала чихать. Это что-то, блядь, подозрительно. Ха-ха-ха. Хавантовый гриб. Какой-то. Не надо так. Как в этом. Как пиздюк, только гриб. Ага. Ну, и не гриб. Я бы постоянно бы чихал, если бы не пшикался всякими этими... Так, у меня тут нечто интересное произошло в приключении. Я взял квест на убийство Титана и направился к его логову. Когда я туда пришел, то начал этого мертвого монстра... Нашел этого мертвого монстра обугленного и запеченного изнутри. Понять не могу, что с ним произошло. Вроде как лавы или огня нигде нет. Ну, может, кого-то пытался сожрать и съел лавы случайно. И там, обуглился изнутри. Блин. А ведь если я тут буду... А, написано, я желаю вам здоровья на японском, Михаил. Но я не шарю в японском, сорян. Столько знакомых учит японский. О, привет, СГ. Поздравь меня. Сегодня я уволился с нелюбимой работой. Товарищ нот-96. Найди себе работу, которая тебе будет нравиться. А старая, пропади она пропадом. Наверное, она стоила того, чтобы с нее уволиться. Я так думаю. Может быть. И надеюсь. С компа блокировку обошел на телефоне. Хоть бы хны. А там ведь... Я смотрю, СГ больше всего ужасный... Ну, да, да, да. Это несправедливо, я считаю. То, что виноват дуров, а страдают все. Но зато это смешно. Когда русский лазер пытается блокировать телеграмму. Не получается, нихуя. Телега до сих пор работает. Вон у меня сообщение новое в телегу приходит. Что там прикольного есть? Сухо. Акамелекс. Женя после таблиц Матана на контрной карте? Что? А, это... Акамелекс, видимо, спрашивает, что у нас будет после... А, так нет, нет. Это... Солод с Васей будут стримить God of War. Мы пойдем по своим делам. Да, я пойду гулять. А Женя в хой. Да. Попробую слить еще немножко мото-пехоты. Об толстую тупую рожу Муссолини. Стой, а ты вообще как играешь-то входит? У тебя какой набор армии? Просто смотри, я обычно предпочитаю делать соотношение 80 пехоты с поддержкой артиллерии. Где-то 5 танки. Все остальное мото-стрелки, которые просто рашат до ключевых точек. А, это ты в смысле состав армии уже... В целом армии, да. Не состав дивизии. Да. Состав дивизии я стараюсь по ширине фронта подгонять, ты че? Ну да, там под 20-ку лучше подогнать, чтобы не превышало. Да, да, да. А то только с фронтами увеличивайся. Нет, 24 там, по-моему, нормальные. Я не помню. Я просто раньше, знаешь, заставлял всю артиллерию и думал, чего у меня так это, мэн пауэру бывает быстро. А потом понял, в чем суть. Но я сносил всех, то есть смотри. Я раньше, когда не шарил в хойе, когда так вот для обзора учился играть, я заставлял... Вот у меня были стандартные 9 пехотных, ну, отделений в дивизии, а все остальное арта. Я там реально, я что бы ни атаковал, там все сносилось мгновенно. Но мэн пауэр улетал просто в хлам. Ты решил в Первую мировую поиграть? Ну, видимо, да. Не, а артиллерия, она всегда важна, ты что? Не, без арты никак, я согласен. Я-то сами армии как-то постоянного состава у них не держу. То есть по ситуации, как выйдет. Еще много войск забираю у этих доминионов. Из Индии, там, из Малайи. А там вообще черт знает что. Их приходится сбивать в какие-то стаи, ставить на хранение, или вот как я Норвегию все-таки смог уберечь от Алоизыча. Он не высадился в итоге в Норвегии. Правда, перед этим он надавал мне по щам там во Франции, как и французу. Но это обычно так и происходит. Даже несмотря на то, что в реальности, если бы не отдали сюда... А, слушай, это... Сейчас скажу намек в чатике на то, что, господи, пять Гитлеров присылают в Телеграм. Блядь, не жуя, заблокировали. Че сразу Гитлер-то? О, нацисты ебучие. О, блядь, сука, где... У меня где-то были стикеры со мной. Вот, на что. Вот, вот тебе в ответ на Гитлера. Так, намек на то, что ты типа после стрима поешь играть в контр-радой карте, да. Ну я же не за Германию пошел играть. Нет, стрим будет играть где-то час, ну, без пяти минут, два часа. Ну что, нашел, в среду выхожу, пригласили очень хорошую компанию и вкусную должность, а полно интересных обязанностей. Неплохо, рад за тебя, если все хорошо. Так. Так, капец, в сердцах железа нихера не разобрался. Лучше пойду в Европу или крестоносцев. Да там нечего разбираться в это, в Hearts of Iron. Там же, блин, тупо война. И все. Там не экономики полноценные, дипломатию развивать кое-как. Ну, знаешь, разбираться там нужно в механиках именно войны. То есть, если ты возьмешь, высадишь там войска, такой, ага, я высадился в Нормандии где-нибудь, и они, смотришь, почему у тебя огромная армия там умирает просто как... Разобраться легко. Потому что, наоборот, стабжения нет, а кто тебе это объяснит? Обучение? Евгений, тем не менее, разобраться очень легко, я считаю, в Hearts of Iron 4. Я еще в обзоре говорил, если они сделают много хороших DLC, чтобы расширить имеющиеся функции дипломатии, чтобы можно было заниматься экономикой и так далее, а не только воевать, игра будет огонь. Но они пока этого не делают, они развивают только, блядь, войну. Потому что, ну и марионеток немного. Я считаю то, что, знаешь, в эти времена, ну, то есть новое время, все дела, нужно делать акцент именно на шпионаже, на подрывной деятельности и так далее. Войну, она, конечно, была основополагающей в то время, конечно, геймплей такой, но можно же пустить свое внимание на другие направления и сделать игру еще лучше. Да, это я в эфире. Здравствуйте, Михаил. Здравия желаете, говорят. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, ее попроще сделали. Хойку четвертую. Ну, она очень простая. Серьезно. То есть, когда она только выходила, у меня были большие на нее надежды. Сейчас мне даже стыдно за то, что я похвально поставил. Надо было проходник ставить. Не стал редактора. Ты слишком жесток к игре, я считаю. Все-таки. Не без косяков, особенно балансовых, когда какая-то хинея происходит или когда... И полностью беззащитен перед воздушным десантом, то, что может малюсенькая страна порвать всех огромных мажоров, закидав их ВДВшниками. Но, типа, понимаешь ли, искусственный интеллект там тупой. Да. То есть, серьезно, там за Мексику в самом начале можно захватить США вообще без проблем. Блин, конницы нахер пробежатся по основным точкам, и все, нет ваша США. И весь континент твой. А если и весь континент твой, то, значит, и Британия, и Европа, и прочее, тоже посасывают. Просто, ууу, сука. Все будут кушать тако. Да. Слушай, неплохой вариант. Я люблю мексиканскую кухню. Продрещишься. Пришлось бы, наверное, на кокаиновой плантации работать 16 часов в сутки. Но это Южная Америка. За эти... За то, что меня не отпиздят палкой. Ну да, что-то я перегнул. Это скорее Южная. Для коки нужен теплый влажный климат, а в Мексике пустой. И плантации, где недалеко от городов, чтобы это местные власти не заподозрили. Чтобы местные власти не заподозрили, что вы там рис выращиваете или какой-нибудь... Да, 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 да. Или школы у вас там стоят, да. Что, хель совсем? Это Пабло Эскобар такой, он типа, у, сука. А зачем вам развивать? Вроде как, Сирия была изначально направлена на войну для экономики и парадоксов есть Виктория для дипломатии и крусейдера. Тогда у нас получается две игры про войну. Европа универсалис про империализм и военные действия в большей части, чем про экономику и все остальное, я считаю. Поэтому, я не знаю, зачем две игры про войну. Я считаю то, что Хоя 4-я должно быть и про шпионов, а что-то про современность, емае, а не про то, что Раш советами весь мир в коммунизм и так далее. Или фашизм, или еще какую-нибудь другую херню. Ах! Не, ну, тупо рашить тоже далеко не всегда получается. Нужно понимать механики, чтобы не наделать глупости, типа, вот, нахерачить арты к пехоте. Опять же, игра не объясняет про ширину фронта. Если ты не понимаешь этой штуки, то ты быстро сделаешь себе дивизии по 60 километров я быстро научился. Сириной. Че, вот это невероятно бесит Хоя, прорвутся вглубь страны своими колбасами и все, капитуляция. Да, да, в этом же и фишка, емно. Как бы, модерн, модерн варфейр, Блицкрик, он так и работает, ты прорываешься до ключевых позиций, укрепляешься на них и все. Враг без ресурсов, административного аппарата и прочего, скорее всего, будет реквизирован. У меня плачьи и новости. Понятно. Баллист тоже сгорит, судя по всему, да? Короче, баллисты мы потеряли. И адамантий тоже. Как ты будешь лаву вычерпать, Евгений? Блин, я что-то не подумал, что она именно вровень с адамантией им надо было сверху раскапывать через пещеру. Хорошо, капнули, да. Ну вот, он достроил баллисту, к ней лава подтянулась. Ну, отлично, молодцы. Разбирай обратно, придурок, что теперь делать? Замуровывай, тебе говорят. Все. Демоны тут не нападут. Ну, могут напасть лавовые твари, какие там обитают. Замуровывай, мальчик, кричат. Ай, ничего страшного, там внизу никто не пострадает, то есть лава... То есть под давлением лава наверх не прорвется через твой тоннель, да? Нет, нет, тут нету такого. Тут есть вулканы, но они работают иначе. Блин, баллиста горит! Зараза, не успели разобрать. Кек-шмек. И эти звуки, как будто лава в рукопашную баллисту разбивает. Хотя нет, я вроде бы, кажется, слышал что-то горючее. Так, ну, переходим к плану Б. Так. Раз мы не смогли копать сбоку, будем копать сверху. Правда, я рискую нарваться на всех тварей, которые обитают в этой пещере. Ага. И норвусь, несомненно. А что, если в лаве где-то засел вулкан? Сталки на спор, там, знаешь, казино, вулкан и так далее. Так. Элк Берд, надо посмотреть, что это за существо такое. Баллисты горит, Евгений плачет, да. В смысле, нет, есть, только придется мучиться с тоннелями для искусственного давления, эти говорят. да, да, все уже прошутили про 2007-ой. А кто исполнил эту песню? Стигмата? Это про насосы, что ли? Так насосами, конечно, можно давление создать. Евгений, ты не помнишь, кто эту песню, типа, сентябрь горит, убийца плачет, но он не мог вступить иначе? Кто ее пел, Стигмата или кто? Эээ, без понятия. Точно не Аматри, по-моему. Если бы это было Аматри, я бы запомнил, потому что это вынужден буду его слышать. Стигмата, да, говорит, ну окей, все. Ну, у меня вот тоже были друзья, которые Аматри слушали, я сам не слушал, но был вынужден слушать. Бабы. Так, там обитают в пяти птиц, они могут докопаться до дворфа, но, по крайней мере, раньше они особо не нападали. Ну ничего, если что, я их перестреляю всех. Ребят, каратас через час будет, да. Так, ладно, будем рыть дальше. Спусти вон, в воду в реки, из реки в озеро лавы клин-клином. Окей. Не, вообще можно. Копать придется очень долго, это 161 уровень глубины. Ой, вся река туда утечет. Нихера себе это закопался. Вот именно. Так, это почти самое дно мира, там ниже уже скала, которая непробиваемая. Ладно, я лучше, это, осторожно поступлю. Вот. Ну, то есть, так же, как в прошлый раз. Ага, осторожно, пипец просто. Сама осторожность. Мы все сгорим с этим поездом, да? Да нет, лава там останется. Она сожгла мне две баллисты, вот там плавает кусочек адамантина, который не расплавится. Вы что, это же адамантин. А, слушай, так это... Стой, если адамантин не плавится при воздействии лавы, то как он будет плавиться при воздействии огня? То есть, какой там градус должен быть? Какая температура у лавы? 1200-1300 градусов? Я не помню, ну-ка. Как я понял, в кузницах большую температуру можно создать, это я знаю, можно и до 4... Нет, 4000 это перебор, что-то мишень, ты куда лезешь-то? Так, температура мне интересная, по составу она еще делится. Ага, базальтовая лава, состав, точнее, температура от 1200 до 1300, потом карбонатная от 510 до 600, кремниевая, где градусы от 800 до 900. Ну, понятно, в общем, да, действительно, в печи можно и сильнее разогнать, насколько мне известно, особенно, если продув нормальный. Так, надо проверить, а много ли у меня охотников на монстров? Они, по идее, могут мне наконец-то пригодиться. Поэтому... Почему ты не добываешь, тебе говорят, почему ты не добываешь обсидиан? Обсидиан же, черт возьми, хороший материал для мечей, болтов и кинжалов, легко разрубают плоть. Обсидиан? Ну да, его же даже от стыки использовали как оружие. Ну, они вставляли его в палки и там хорошенько пробивалось. Да, еще индейцы океане, но они к нему крепили акульи зубы. Вот это бы отвратительно было оружие. Ну, слушай, не, ну это хороший материал. Представь себе, вот, у меня как бы есть шрамы от стекла на руке. То есть, я однажды упал на стекло и даже вот современное, оно очень неприятные шрамы оставило мне. А, и представь себе, обсидиан, особенно, знаешь, длинный такой, он там просто все вместо и зарвет нахер. Ну да. Магма, выходя на поверхность, становится лавой, освобождается от газа, вскоре движения потока лавы может достигать низких метров в секунду, температура лавы колеблется от 500 до 1200 градусов Цельсия. При застывании лавы образуются различные фузивные породы. Упал на стекло. Ну был у меня опыт падения стекла, это неприятно, честно скажу. Особенно выковыривать его было неприятно. Поехали в больничку и там пинцетиком его вытаскивали. Что, у меня где-то были охотники на монстров. Вот эти гоббли фаммерманы. Слушай, у Дворфорда свое измерение температуры, там вода достигает 100 условных единиц тепла. Ну окей. Ребят, у меня не было 30 минут, что произошло в крепости. мы пролюбили Адамантии и лаву все захватили. Не, 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 не пролюбили, я сейчас сверху его раскопаю, все нормально. А, ну окей, давай, давай. Базора ноль. Только я тогда рискую еще шахтеров сжечь. Ну, ладно. Кто не рискует, Плакать не буду, да. У меня их 5 штук. Евгений, ты умеешь программировать? Нет. И я ответил на вопрос. Я однажды пропавал себе винную, что, куриной косточкой? Бывает. А вы говорите Адамантий. Обсидиан. Так, ну, вообще, идею затопить это озеро мне нравится, но я, наверное, и так смогу добыть Адамантий. Адамантин, то есть. А в этой пещере, в общем-то, есть и другие полезности. Ну, не считая форготни, которые, которые может появиться и устроить мне ай-яй-яй-яй. Найди трезвых шахтеров и пусть они будут суждены, а то корпоратив двух портят. Это значит, как в любом производстве, мол, типа, если ты со всеми не пьешь, или там, ну, не поддерживаешь общей традиции, то ты какая-то белая ворона вообще. Слушай, ну, как это... Такой резервуар лавы, магмы, то есть, прикольный. Он прям стеной выходит в пещеру, в открытое такое место. Может быть, затопить больше пользы будет. Да я тогда себе затоплю возможность добывать и домонтин сверху. Там Роскомнадзор заблокировали себе Microsoft? Да ты чё? Ну-ка, 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 ну-ка. Так, уже... Чё, когда валии пропадают? На самом деле, я понимаю, сейчас не сижу, сложу руки, продолжать гайдзо. Банен хост Microsoft United Kingdom и немецкий хост Hoster Hetzner. Не знаю, на главную, на русском я зашёл. Ага, там устроили набег на официальный паблик Роскомнадзора. А, Единой России, извиняюсь, Единой России. Нормально. Ты же видел, недавно устроили набег на этот, господи, паблик Госдумы и заявили, что это была организованная акция, мол, типа, кто-то хочет дестабилизировать ситуацию в стране, а там, блядь, два человека просто этой хуйней занимаются. Ой, блядь, такой дебилизм, такие люди тупые, нахуй. Даже самые первичные источники этих набегов не проверяют. Ну, что за... Я помню, в своё время наукечки устраивали набеги на группу фанатов Тимати и прочего такого говна, знаешь, ну... И нормально все жили, никто не говорил, что это организованная травля, дискредитация власти, У-у-у, блядь, сука. Да, теперь всё стало по-другому. Да ничего не стало по-другому, просто, блин, идиоты дорвались до вещей, которых вообще нихера не понимают. Ну, вот именно. В интернете появилось много людей, которые с интернетом А, что? Где тут нажать, чтобы посмотреть глухаря? Зачем тебе смотреть глухаря в интернете, если можно его по телевизору посмотреть? Так, я разозлился и забыл, что я хотел сделать. Ох, блин, какой злой. Так, пришёл, надеюсь, сегодня с моим приходом вы не закончите, как вчера. Ну, Розумор, скоро закончим. Ты ещё в субботу приходи на стрим по бумагам, пожалуйста. Ваши документы. Так, мне кажется, понадобятся ещё механизмы. А то штучек так 20 про запас надо сделать. Тут их всего лишь два. Да, подтопил я немножко эту лестницу. Ну, так в рис-то больше всё равно уже ходить не надо, так что пускай там лава будет. Логично ведь? Так, иногда... Вы блоги читаете? Сгшные? Я иногда захожу, ну, редко. Иногда я слышу это с жалоба Кортеза на тему того, что там всякую херню публикуют в блогах. Ну, бывает. Кстати, а может мне этих зверушек в лаве утопить? А лаву можно слить в обрыв, тебя спрашивают? Ну, она кончится. Если я найду достаточно глубокий резервуар, но на такой глубине это уже нереально, то я смогу слить лаву куда-нибудь. Нет, не те бумаги. Мы в это, в Пейпер Сплит будем играть. Точнее, Евгений будет играть, я на комментиках посижу. Да, я скорее всего буду говорить еще меньше обычного, потому что какая-то очень напряженная игра. Я когда играл в Пейпер Сплит первый раз, знаешь, как я играл? Руками проверял собственно документы, разговаривал с чатиком, на другой работе было, и курил одно время, знаешь, с одним закрытым глазом такой типичный, знаешь, работник паспортного стола. А слушай, а ты решил роль отыгрывать, да? Нет, я раньше курил сигареты, поэтому как бы это, знаешь, и курил я много, поэтому я... Одна сигарета кончилась, я ее затушил, зажигаю снова, новую. И просто приходилось играть это, одним глазом глядите на чатик и на документы. И знаешь, успешно получалось, ни одного штрафа. Ну кроме сюжетных, когда ты нам, например, этого Джорджа пропускаешь. Я пропускал и так. Но я старался как можно скорее все делать, прям, с каким-то темпом нездоровым. Спрашиваю, чья кровь там течет у вас по реке? Это не кровь, это магма. А, кстати, Евгений, ты особо не паришься насчет темпа, не, ну тебе нужно главную зарплату отрабатывать, то есть минимум десятку пропустить, но я, например, у меня удавалось пропускать сколько? 16-17 людей или что-то около того. Ну то есть это прям, знаешь, нормальный предел, когда в плюс идешь. Я-то ее дважды или трижды прошел, все ачивки даже получил, так что я, в общем, знаю, как в ней играть. А, ты все ачивки получил, а я до сих пор, кстати, не закончил с этим делом. не так уж трудно. Я знаю, просто я это, не парился. Я ее прошел в разу, три-четыре, и забил. Кто это? А, человек-арбалетчик Биксур Экостран пошел охотиться в этой пещере на... Не знаю, на кого, но надеюсь, что найдет, кого убить. Кстати, тут что-то делает дворф. А, это тоже один из охотников на монстров. Точно, они это... Все-таки они есть, и они наводнили собой пещеру. Подскажите, хороший VPN, ну, опера-браузер, например, там встроенный есть. Миш, когда ждать стимпанос? Ну, можно и тор поставить, да. Когда ждать стимпанос? С это с Дауром надо переговорить, а я ему до сих пор забываю написать. Вот. Ну, кстати, как вариант, я сейчас посмотрю по табличке свободных дней, скорее всего, на следующей неделе мы с ним стимпанос замутим. Это надо прям. К тому же, марафон God of War окончится, вечера будут свободные, поэтому там и отыграем, я считаю. Вон, у нас нету стримов с 22 по 25, а можно будет там что-нибудь пропихнуть. Что, Миш, смеяться над идиотами, конечно, весело, но ведь они ломают в наш интернет и чинить обратно явно не собираются. Что делать-то? Пока человечество не захочет, пока общество не захочет ничего менять в свою пользу, ничего не будет меняться в ее пользу. Так что, пока вы сидите и жалуетесь, нихера не изменится. Подавляющему большинству на этот Телеграм, я так думаю... И на интернет в целом насрать. В целом на интернет? Не, не в целом на интернет, потому что есть медиагет, где можно сериальчики посмотреть с ноутбука. В ВК и прочее. Ну, в медиагете же типа удобнее. Чего? Лучше бихолдер постримить? Игра не то, чтобы лучше, но нагляднее. А там разве есть возможность свергнуть режим? Ну, вообще можно помочь. Косвенно. Но я не в курсе просто. Но там тоже тоталитарная херня, я думал постримить чуть позже после Пеперс Плис. Ну, в смысле, в другой день. Но это... Посмотрим. Представляю, захожу на КПП, а там Миша сидит с сигаретой и смотрит на мой паспорт как ли говно. Так, мол, Opera VPN закрывается же, а я не знал. А, да, они что-то писали об этом. Я думал только на мобиле. Поплакались в чатик. Вот, тут надо стены построить. Эй, детка, хочешь, я прокопаю твою шахту и на эту магну? Да. Даур вчера говорил, что у него ОБС не хочет в сервер подключаться. А-а-а. О-о-о. Как? То есть, его задел Роскомнадзор, понятно. Роскомнадзор. Кстати, у меня была раньше проблема, как у тебя, Женя, я в итоге, докопавшись до лавы, не найдя Адамантии, не смог найти, возможно, был в лаве. Я сделал армию обсидиановых дворфов, у каждого были по обсидиановому копью, мечу, кинжалу, арбалету с обсидиановыми болтами. Эта армия смогла разорвать на куски титана, что пришел сожрать мои пастбище, лошадей и коней. Вот. Ну, неплохо. Но, с обсидианом трудность такая, что когда ты раскапываешь обсидиановую клеточку, то, как правило, за ней находится магма и начинаются всякие приключения веселые. Нам в чате пишут, сейчас я устрою заказ музыки без размещения медиа, и так, повторяйте за мной, дальше вы не проведете пока не получите бумаги. А я уже включил, ты молодец, напомнил. Сработало, да. Отлично, неплохо, неплохо. Я не удивлюсь, если Ютуб однажды из-за этого начнет как-нибудь резать, типа, у вас вслух упоминается песня, вы должны удалить ее упоминание из ролика. Упоминание, оно ничего не грозит Евгении из законодательной точки зрения. Поэтому хуй за рей. Но это в ужасном мире будущего, где авторские права станут, как, не знаю, самым важным, основополагающим фундаментом правовой системы. Затак хочет прийти в мой чатик и заспамить его мемами, но я предупреждаю, там сидит Бекон и Акел, будешь много спамить, они тебе дропнут, потому что они парни несчетливые такие, в отличие от меня. Я-то могу потерпеть, а они нет, они прям жесткие. Поэтому нормально общаться в чатике не запрещается, а вот вести себя как говноед или просто неадекват не приветствуется. А мемы все любят, да, главное немного. Типа, как закидывать все с этими референциями на Жожу и... Ну, нет, у нас мало кто поменяет Жожа и, например, даже Бекон, который там, типа, модер, он, это, не употребляет их просто потому, что никто не поймет. Ой, какое месторождение маленькое оказалось. 30-е, он на мобилках закрывается, ну, бывает. Роскомнадзор, кстати, предложил законопроект о запрете VPN. Проблема только в том, что такой закон уже есть. Ну да, Тор, они уже запретили. Да, ты аж не пользуешься, да, Евгений? Не, ну если искать, в каких преступлениях я виноват, начнем с того, что я пират. Слушай, Евгений, важный вопрос, почему вы стремите такое старье? Когда вышел Двара Фордерс? Никогда, он еще не вышел. Это альфа-версия. Вот и ответ. 0,44, по-моему. Это где-то процентов 40 от будущей игры, которая никогда не выйдет. Видимо, у Супер Чиверека ассоциация, что если это выглядит как пиксельное говно, то это старье. Тогда у меня для тебя печальные новости. Инди-игры не для тебя. Вот. Потому что там большинство пиксельное говно. А этой Индии просто в абсолюте. Два человека, ни копейки денег, бесплатно отдается и никогда не появится ни на одной платформе. А сами ребята живут за донаты, за пожертвования. Ну, 8 тысяч долларов в месяц я считаю неплохо. Слушай, ну вообще, да, нормально. Хорошо живут. На двоих, правда, но они вроде бы не в Калифорне живут. А ты бы отказался от 4 кусков в месяц? Аллах! Конечно, нет. Бакинских рублей. Если бы я при этом жил на Манхэттене, то мне бы этих кусков не хватило бы. Но они живут, по-моему, где-то в Сиэтле или в штате Вашингтон. Ну, короче... Ну, короче, где-то в центре. Наоборот, где-то на побережье, но не там, где Калифорния, а севернее. А может, я все это перепутал. Потому что Сиэтл, насколько я ошибаюсь, он где-то в горной гряде должен находиться. Сейчас я открою карту. Сиэтл, это северо-запад крайней Америки. Вот, да. Сейчас. Город с самым большим количеством самоубийц. Так. А что, это лед расставил? Нет. Да, ты прав. Штат Вашингтон. Сиэтл. Поэтому они уточняют Вашингтон, Ди Си. Они далеко от Ванкувера? Че? Ой, я случайно запер наемников в пещере. Ладно, сейчас выпущу. Не парьтесь. Если бы я еще при этом тот резервуар с магмой все-таки вскрыл и только потом шлюз запер, вот это было бы очень забавно. Че, как вам то, что Госдума разрешила отправлять срочников в Сирию сам студент с военником? Хуё. Блять, ну совсем уже перебор. Ну срочников-то, большинство срочников-то подстреляют пару раз за этот... Ну, Евгений, начнем с того, что война и военные действия это не только стрельба. По большей части это исполнение приказов, перемещения и отрезание противников от конвоев и так далее. А стрельба там уже делала 10-е в нынешней войне. Все решает артиллерия, самолеты, танки и прочее. Ну хорошо, управление какими-то машинами воинственными начинает артиллерия. Ну ты думаешь, срочников посадят танком управления? Помогавками, да. А он может танк этот видел там в части один раз и тот был сгоревший. Смотрите, вот так выглядит танк. Если увидите такой, но он едет, значит приехали враги. Я тебе сейчас охуительную историю расскажу. У меня один мой знакомый служил как раз таки в танковых. И у них были учения, где они действительно управляли танком. Так вот, его как бы взвод отряда, я не помню, как это правильно называется. Короче, его машина доехала на место нормально, там задели всего одну преграду. А их товарищи утопили танк в болоте, а потом от старых развалин, которые были, его накрыло еще и деревьями и старой бетонной стеною. По итогам учений делается итог. Прошли удачно, но танк утопили, да, бывает. Нет, ну во время учений небоевые потери уместны, но когда это происходит вот так, мы утопили танк в болоте, еще накрыло плитой бетонной, бывает. Да. Мне товарищ рассказывал, как лежит он как-то в казарме, в бараке, время вечернее, но еще отбоя не было, свет горит. И тут бац, свет отрубается и отопление отключается, потому что оно электрическое. Выбегают, БТР въехал в столб этого электроснабжения и снес его к черам. Ну, я думаю, кому-то было очень смешно. Ну, кто управлял БТРом. Чем каких-то хуй срочников, сними контракт, подписывай, наград. Если контрактники, то это их выбор, базара ноль. У Миши Магдрофон починился, осталось еще ФББ поиграть, я вообще счастлива буду. Ну, Надь, у меня уже девушки нет, так что да, благодарю, БЛАДБОРН, шучу. Погоди, в смысле, контракт на год? Что это такое? Контракт же на два года заключается. Я не в курсе. То есть, если вы называете контрактом то, что подписывается где-нибудь в военкомате, когда тебе повестку принесли, то это, ну, блядь, договор, который тебя заставляют подписывать насильно, это не договор. Не, Надь, я не пойду БЛАДБОРН, потому что я не хочу играть, так что наличие бабы тут как бы оно неопределяющий факт. Хотя вдруг, может быть, сейчас контракты на год появились? Сейчас на год, можно, говорят. А, ну тогда ладно. Контракт на год, так это ж даже, если выбор между срочной службой и контрактной, то многие бы выбрали контрактную, но не считая только того, что могут отправить куда-нибудь в Сирию. А в Сирии в любой момент может какая-нибудь херня приключиться с томогавками. Прилетят. Да, томогавки накрывают неприятно. Когда зачесался твиттер у Трампа, ух, бля, надо срочно томогавками бахнуть куда-нибудь. Бахнул. Все. Не хотел, куда вызывать своих девушек, но типа у нас не удались отношений, поэтому мы решили, что нам они не нужны. Вот и все. Куда бы я их делал, блядь? В шкафу складываю, скажи. Действительно, у меня такой большой шкаф, чтобы они туда все поместились. Спасибо. Ну, тогда надо выбирать тех, что это по компанию. Поменьше? Да, миниатюрненьких. Как очень удачно получается, что все женщины меньше меня. Наверное, потому что во мне, блядь, два метра роста, ага. Слушай, я бы с интересом посмотрел на женщину, которая больше тебя, но издалека. Я рассказывал эту историю один раз. Или даже не один раз, я не помню. В общем, Новый год с 12 по 13 год. С 13 года. Или по 14 это было, или по 13. Ну, суть в чем. Мы пошли в бар. Там большая скоба людей было, там еще какие-то анимешники и так далее. Организовывала все Тася, как единственный знамый, известный мне организатор массовых мероприятий. Она и анимешников регулярно там организовывает на всякие фестивали и так далее. Я, в общем, деваха активистка. Сидим, бухаем, и вдруг я вижу в толпе идет девушка. Я не так много выпил, чтобы мне это показалось, но она была моего роста. Я подумал, нифига себе, даже если она на каблуках, она все равно ростом там, ну, не знаю, разница 5 сантиметров это нихера. То есть девушка моего роста, я аж охуел на этом. Быстро пошел к Тася, потому что Тася знает всех. Показал пальцем, ну, поздоровался, показал пальцем на эту девушку и говорю, Тася, кто это? Чья она? И так далее. И тут я слушаю фразу, которая изменила всю мою жизнь. Поздно, Миша. Она уже моя. Ну, а классика, да. Знаешь, как правило, как бы это сказать и сформулировать, язбиянки вырываются в нашу жизнь максимально внезапно. То есть там, где ты их не ждешь абсолютно. Вот типа как в днем я. Мне в целом все равно, но просто история забавная. Я не разговариваю против или не против, а в принципе забавно. Да, рассказывал. В частности, уже слышали эту историю. Ну, окей. Надо кучинить парочку сказанной историей, да. Убил бы проблема. Ну да, тяжело быть человеком двухметровым, потому что все бабы нечего тебя. Так это ж наоборот хорошо, что меньше. Не, это удобно. Они жрут меньше. Тут все больше мне достанется. А тут уже это, не как два человека в семье, так скажем, а человека, его спутник, как луна. Накладываешь себе тарелку огромную, тебе тут под кривали чуть-чуть, ты остальное все лопаешь. Как это, как это позиции в меню? моя девушка не голодна, доложите туда еще картошки, там, два пакетика и пару луковых колец. Уж не знаю, шутка это? Что-то я не оценил, я не понял, в чем юмор-то. Ну, я тоже сразу не понял, там фотографии, типа, меню в кафе и это порция там, то ли закуси там. А, я понял, девушки, которые из твоей тарелки постоянно воруют, она не голодна, ты заказываешь себе особую порцию, которая, девушка не голодная, она больше. Да, просто доложить картошкой мне, Зато какие проблемы есть и низкого или среднего роста, какие комплексы у бабы начинаются, если она хоть на один самый выше тебя. Вообще никаких комплексов, я бы, я был бы рад, если бы у меня была женщина, но его роста. Это, во-первых, необычно для меня, типа, я таких вообще никогда в жизни не видел. Типа, двухметровая баба, ни хера себе. У нас тут метель началась, и даже высоковый эффект с этим есть. Я, кстати, вот этих комплексов не понимаю, в том плане, что даже некоторые мужчины комплексуют, например, если их женщина водит машину, а у них как бы машины нет. Или, например, они пока не работают, а женщина работает, не хочу комплексовать, ё-моё, в конце концов, ничего страшного. Ну, это установки такие традиционалистские. Патриархальные! Вот я хотел этого слова избежать, но ты сам вынудил. Всё, короче, давай, шарматку заводим опять. О, наконец-то рычаг соединили, я могу выпустить на юмоков. В каком-то смысле дары, это экзотика, но по большей части я осознаю, что женщины все низенькие, и с этим надо смириться. А как понимают? Ребят, вот Миша и Вербентайт наигрался, и он ему не понравился, а Женю вроде зашло. Жень, не хочешь постремить? Постремить? Да. Ну, я склонясь к мысли поиграть в него ещё, но потом меня затянули какие-то дела, по-моему, там я ещё на Циву накинулся, давно в Циву не играл, и чё-то подзабил. Ну, может, может, постремлю как-нибудь, кто знает. Чем? Понимаю Мишину проблему, только со мной все выше меня, постоянно вверх смотреть приходится на людей. Да, ещё и головой всё время долбишься, всякие эти косяки. Долбишься ведь. Блин. Было дело. В честном доме у одной из моих девушек были низкие косяки. Потолки нормальные, там типа я в них хорошо помещался, косяки низкие. Если я там заговаривался и пытался одновременно там типа из комнаты выйти, бывал, сталкивался с отбом, затылком, да. Чувствовался, как Гендаль в Хобби Чайнари. У меня моя женщина работает, а я дома сижу, музыку пишу и продаю. По сути, она работает, а я нет ничего. Не, ну фактически ты зарабатываешь. Я в общем-то так же, жена ходит на работу, я работаю из дома. Ты ничего плохого в этом не вижу, это нормально. Просто каждый нашёл своё занятие в жизни, это хорошо наоборот. А я среднего роста метр восемьдесят где-то, так вообще-то это высокий, от метра восьмидесяти это уже высокие считаются. Средние это от шестидесяти до восьмидесяти, низкие это ниже шестидесяти. Я тоже высокий, метр восемьдесят три, но по мне этого не скажешь, потому что у меня комплекция. Так, ну, это морфально бывает. Я наоборот, и жирный, и широкий во всех понятиях, и плечи широкие, и пузо. Нормальный у тебя разброс от комплекции краснопольской до размеров баскетболистки? Думаешься, ведь? Было дело вне контекста. Может, неверно понятно. Да, Граби, привет. Да я заподозрил, что это будет звучать как-то неправильно. Ну, и уже и хрен бы с ним. Так, тут какие-то животные летают у нас. Что это? Голодная голова! Да, Стебун, это я. Так, вот теперь нам точно нужны наемники. Миша больше Лени? Да, я выше Лени. А Лени, кстати, крупный. Да, он великий, он такой, знаешь, нормальный. Но я выше его все равно. Так, рост метр восемьдесят из-за худого тела, кажусь маленький. Типа столбиком таким. Ты уж скорее знаком вопросика из-за того, что сутулый. Но это я про себя говорю. А, не, я прям стараюсь осанку держать, потому что я понимаю, с моим ростом какие могут проблемы со спиной в будущем, если я не буду осанку держать. Черт, вы, шахтеры опять бездельничают. Короче, надо этот кусок скалы слить целиком, чтобы он не мешал. Так, все, бумаги надоели. А ты по которому разу же их слушаешь? Ну, наверное, раз, пять, сейчас послушал, пока играли. Так, это лучше. Евгений, я хочу... А, нет, сначала чатик, напомню. Накидайте нам бород с маленькой буквы с лоба борода, чтобы попасть в список раздачи, потому что у нас прибыли новые граждане в нашу крепость, а так как меня не было две недели, мы их не раздавали, поэтому давайте организуемся. Надо пораздавать. А то время у нас кончается, пора бы уже раздавать. Так что давайте, вон вам еще несколько минут, кидайте, прям... Не страшитесь даже если кидали. Я пока кину сколько нужно наименований. Раз, наименование. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь. Спок стулы, прям как я. Окей. Семь, девять, десять, десять, десять. На второй круг, можно, ребят, не стесняйтесь, повторять, там повторы все равно они не учитываются, поэтому, если вы уже есть в списке, ну, просто, на всякий случай напишите все. У меня плохие новости, 60 имен надо. Ебст твою мать. Ребят, кидайте, прям не стесняйтесь. Причем в большинстве своем это пришлые всякие ребята, которые теперь у нас прописались. Кидайте, кидайте, ребята, то у нас это, сейчас скажу, донатных ников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И еще получается 49, и сейчас мы нужно соврать. Сейчас. Да. Так что кидайте, ребят, не стесняйтесь. А я, а это еще, а, все еще стены ковыриалом порчу. Ну, кстати, граби у нас же этот, писец. А они получили бумаги, пришлые, но, мы, кажется, мы прибыли в Морвинд, нас выпустят уже точно. Они идут с петицией, короче, к мэру. Мэр говорит, молодца, живите дальше. Ну, ребят, желательно слово борода писать с маленькой буквы, потому что большой реестр не учитывается. Те, наоборот, реестр учитывается, поэтому пишите с маленькой. Что-то у меня эти голодные головы немножко напрягают. Надеюсь, они не будут есть моих актеров. Сколько тут вообще? Семь, что-то знаю. Семь голодных голов. Ты мне не начальник? Надь, ну я же не тебе говорю, а людям в целом. Где-то можно отдельно обратиться. Надюха, вообще нормально, ебать. Моя тело, ой, начинается. Мне еще жалко, что. ну что, Евгений, давай я тебе скину эти один из ников, которые... Там, правда, нужно углафицировать будет. А, так они не нападают, ну и хрен. Удачи тебе в этом инглафикации. Так, и еще 49, да? Ага, да, 49. Ну что, пацаны, аниме? Аниме, пацаны. Так. Иду спецы, петицы, чё, семи исконнодрофийских жителей. Еще бесплодный дом для побухать. Седьмая, читать, думать, нужны ли они? Может и нужны, и может они полезны, в чем будут. Не только в Бухалове. Так. Все, списочек кончился. Где-то все сильнее и сильнее этот тайлсет багует. Тут уже и имя не отображается целиком. Ну, ладно, понять можно. Стоп геймера не буду. Спасибо за донат, хеда, господи. Вот почему вы такие имена не придумывали, когда это, на Крузейдер? Крузейдерки заиграли. Это к началу стрима по God of War. Не успеем. Ну, надо успеть, Евгений. Кстати, я же не проверяю, есть ли или нет. А, нет, проверяю. Драдрик. Драдрик. Так, я еще буду проверять, есть ли или нет по списку, который я тебе отправлял. в поиски. Этого нет. А, это не капсул. Че это? Да, е-мое. Спасибо за донат, Рэпчурзю. По классике закину. А ты у нас, по-моему, есть? Ну, сейчас я проверю. Ну-ка. Нет, Рэпчурзю у нас нет. Артурий Петрагон, кстати, уже есть. Из тех, кого-то скинул. Понял. Черри Little Bottom этого точно нет. Добро пожаловать. Так. А. Сейчас я размечу. Для себя. Наш рай е-бак не тху. Вот это имя. Хуитель. Это человек, кстати, копейщик. А ну, смартфон. Ну, и так было неплохо, и эдак. Повезло. Копейщику. Ты распомнился, у нас был? Да, я кидал. Кэт Борис, найс, ниг. Как же так, меня и нет. Это харассмент, сейчас будет, все нормально. смотри. Смотри. Четыре. Четыре. Евгений, как процесс. Я пишу самое длинное имя. А, успехов. Пиделиофобия. А, и все? А я-то думал, да? Ну вот, отобаялась. Ты можешь посмотреть окно трансляции, увидеть там. Только Юбочка понялась. Ну, потом. Короче, этого копейщика будут назвать просто Эй, ты. Этого пидера в химках видал? Три, четыре, пять, шесть, семь. Скинул мне донатных. Так, а сколько 48 у тебя нужно? Недонатных, так. Вот по годах таких эффектов, кстати, да. В игре не хватало. То, что они появились в SoundSense, это прикольно. Но они редкие. Девять. Дочь жалуется, хорошо же. Десять, окей. Разделяем точечкой, чтобы я не запутался. Так, и так еще три раза, окей. У нас даже мигранты не приходили. Это все эти гости города, которые почему-то уезжать не хотят. Десять. Так, проверяем. На улице холодает уже. Видимо, сегодня потеплее надо будет одеться. После дождичка. В среду как-то нормально так похолодало. Гостей проще сожрать нахер? Ну, не знаю, ребят. Может, еще полезный будет, кто знает. Ну, я подумал о том, чтобы бардов больше не пускать. А, все? Запретить въезд? Я уже не знаю, сколько можно. Этих наемников-то пускай, они пригодятся. А наемники как их рассмывать? И люди, и гоблины, и вообще все? Любых, и люди, и эльфы. Контрол-В не работает, что ли? Не, не работает. Не, все по хардкору. Вот она какая игра, оказывается. Она была бы еще хардкорнее без дворфа-насильника. Это программа для распространения неравиев. Если кто-то запутался, она дворф-терапевт называется. Дверапист. Как бы дворф-терапевт, но получается, что... Звучит как в рейпе, да, то есть за насильник. Ноты 96. А этот был никакий. Я вообще... Погоди. Сучу, сколько поставил. Удивлен, что... имена новые какие-то еще ты мне скидываешь. Второй десяток скинул. Неплохо. Ручная работа с заботой, да. Вот теперь еще и кашлят начал. Это мне затор. Понятно. Ага. Дай-ка, окошко закрою пока. Да, мне еще много тут скидывать. Еще так жужжит. Ну, я бы не ехать, а. Жужжит или нет? Ну, может, за жужжание принимают этот звук, шум, который... Ну... Сейчас... Ну, метель, которая в игре. А-а-а. Николич... Блядь, вот все. Найс, сучок, а не к суп-маги. Хе-хе. Хе-хе. Давненько, кстати, ничего от магии не видел и не пробовал. Не знаю, я недавно бульон сухой покупал. У нас-то обычно Роллтон. Роллтоны тоже видел. Самая классная печуха это Биг Бон. Ну, по крайней мере, мне больше всего нравится. Дошки. Дошки ван лав. Мне нравится этот Биг Бон за то, что там лапша толстая такая. Прям как спагетти. Эх, кулинарные изыски в трейдике и... Сорта бичух. Да. Надо искать себе что-то такое, чтобы у вас кузбич пакета был одинаковый. Да. Жена может обидеться и ничего не приготовить. Еда может испортиться и ты сам можешь все испортить при приготовлении. А верно, бичуха всегда придет тебе на помощь. Вот, не надо. Единственный момент, когда я могу испортить еду при приготовлении, если я бухаю в дюпель, я не готовлю бухаю в дюпель, я немножечко выпиваю. Я же забыл, что ты повар-то профессиональный, так что... Ну да, для тебя это не распространяется. Типа, знаешь, я люблю включать режим пьяного батя, когда ты, типа, берешь все, что есть у тебя на кухне и готовишь из этого охуенное блюдо. Но сильно напиваться в этом процессе нельзя, потому что иначе все за фарш-матч. Вот. Только немножко, там, знаешь, бутылки вермута хватит. Главное, чтобы вторая не стояла. О, я обычно покупаю себе одну и нормально. Мне много не нужно для хорошего настроения. Представьте, какие-нибудь игры, чтобы корыто потянуло, ибо от Вова у меня уж тошнит вкусно, я сам хочу Вов поиграть. Какие игры просят посоветовать? Что вам потянуло, калькулятор потянул. А-а-а. Слабый компьютер, то бишь так, третий, десятый. Ну, лучший симулятор военной техники War Thunder, конечно. Ладно, меня просто Костик попросил. Ага. Чтоб калькулятор тянул, да... Интересно, что за калькулятор? В смысле... Насколько он калькулятор? Может, вы его недооцениваете? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Блин, сейчас, короче, с Васей заходят на Twitch, ну, готовятся к трансляции, смотрят, что тут происходит. Да... Не, ну, они могут к нам в чатик присоединиться. Дай спросить, что за херня у вас творится. А мы им все детально объясним, обрисуем. Так, первый пошел. Ну, кстати, они через пять минут уже будут готовиться и подтягиваться. Да, надо немножко этот... оборотов набрать. Да, темп увеличить. Не суть ли бахнуть. Хотя бахнуть я бы тоже не против. Да, бахнуть никогда лишним не бывает, Евгений, я считаю. Разве что перед тренировкой лишним будет. Вот, ну, кофейку и столько. Да дело не в этом. Просто не хочется... Все равно эти пары пойдут и кто-то унюхать. Не хочется портить людям настроение. А че, люди портят настроение от того, что кто-то выпил? Ну, я думаю, многие будут не в восторге. Учитывая, что это запрещено правилами большинства тренажерок с этих... Да? Не, ну, в Бухим приходить не стоит, действительно. А если, например, ты просто с похмелья пришел, у тебя запах остался. А вот с похмелья еще опаснее приходить. Был... Рассказывал мне друг, который тренером работает. Падали в обморок. А, ну, от давления, да, там, типа, если ты... Один раз под Новый год занимался чувак один, видимо, похмельный. Удавился. Никого не было в зале, чтобы ему помочь. Ну, кто придет 1 января рано-рано? Ну, вот, кстати, не стоит ходить в зал, когда там никого нет, потому что, блядь, это опасно, на самом деле. Да. Поэтому... Мне так девушка в спортзале сознание потеряла. Да, бывает такое. Не, я помню сам, когда это веса брал излишнее, у самого башка кружилась. Обычно в спортзале только тошнит от того, что, типа, покушал. Перезонятыми и такой теплуга. А бывает, что в пузе бульки начинает если в воде обопьешься от жадности. Ну, да. Юдоед. Ну, самостянка есть. Сейчас, ребёнок юдоед у нас в крепости Атас. Так, бывают. Магии. Самый вкусный дворф. А, нет, это поэт. Ладно. Так и быть. Да, мотор у нас в прозвищу должен живой. Ух, третий десяток закончен. Женя, слышал ли ты про такую штуку как StoneSense? Она позволяет построить 3D-модель твоей крепости. Ничего себе. Я знаю, вот, которая звуки создает, ну, звуковое сопровождение такое, альтернативное. Блин, а что он только что называл? Блин, все время теряю в этом длинном списке нужный ник. О, есть такое, да, не очень удобно. Еще я его пополняю постоянно, да, домиником? Короче, не становится как очередь перед кассой на почте. да, есть такое. Вот, сейчас я просто обожаю людей, у которых нет цифр в никах, я все время их забываю. Да. А ты открой Discord на мобильнике, и все. На вид на фоне. А что, нету на вид на фоне Discord? Нету. Прикольно. Во-первых, нету клиента, во-вторых, если я зайдусь с сайта, боковая панелька слева, где чаты перечислены, знаешь, видят, она, короче, закроет собой весь интерфейс. Ничего не дойдет, держите банан сочувствия, говорит, не Discord, спасибо, блядь. Ах, смехуечки Discord овые. Дендроуд Не, дендроуд, да, были такие существа в Героях трейсерах, я помню, у йобольфов. Так. Ах, да, пока не забыл, а то вдруг... Ау. Вот у нас есть придворная дама. Кто там у нас выпендривался хороводоводоведофилов фобофак. Вот, короче, ты и мы будешь придворной дамой. О, мы будем вырезать дворян? Хороводо. Водоведо. Да, просто на самом деле, если вот так вот, просто букв много, и все. Социализирующийся, бардан. Филло. Ой. Короче, я сейчас скидывайте последний десяток предлагаю на этом закончить. Там, я думаю, если что, на следующем стриме или... Ну да, когда наберем уже дополним список, где еще и новый потянутся. то мы уже того, гляди, сорвем этот старт. Да, мы по времени уже опаздываем, поэтому я сейчас тебе последний десяток скидываю. Последний десяток? Ты рассчитываешь, что я сейчас это все распределю? Ну нет, я рассчитываю, что ты внестрима, когда у тебя появится желание, раскидаешься. Лучше так, потому что сейчас уже это... Из известных ников, которые я проверил без повторений, вот, в итоге я тебе скинул, сейчас скажу, не считая донатеров, сколько? Раз, два, три, четыре, пять десятков, че? Короче, я тебе покидал, ты там посчитай в случае. Все, ребят, давайте на этом прощаться, потому что у нас уже через 4 минуты God of War, так что все. Я уже чувствую дыхание на шее у себя и пора заканчивать. Всем спасибо большое за то, что смотрели, за то, что пришли, надеемся, увидимся с вами в следующий раз. Фух! Ну и приходите на другие стримы, а мы побежали срочно. После нас, вот прям сейчас будет God of War, по-моему, Ascension, а завтра четвертая часть, поэтому не пропускайте, рады были вас всех видеть, с вами были Евгений Баранов, сегодня стримим. Это я и Михаил Нареца, это он. Пока! Удачи, не болейте!